всем доброе раннее хотел сказать летнее утро но к сожалению я этого сказать не могу потому что на улице сегодня дубак вот просто дубак у меня не открыто окно потому что холодно и во вторых какой-то знаете такой вот запах какого-то горелого металла я не знаю что у нас там с утра на улице горит непонятно но вот запах такой ужасный в общем надо надевать доставать осеннюю куртку и надевать сегодня осеннюю куртку так как погода сегодня конечно не радует и вообще сказали что вторая декада июля будет вся вот такая мне сегодня нужно будет я потом приду сходить и купить картошки потому что вчера я ее так и не купил что-то не очень хорошая была картошка вот сходить купить картошки и вечером пожарить картошки у нас еще остался вот то что я вчера готовил ну вот кстати спасибо за комментарии те кому понравился действительно вкусно просто вот блюдо обалденное это типа жульена ну жульен конечно готовится немножко не так но все равно вкусно у меня все поели с таким аппетитом еще даже осталось немножко вот но я много просто наготовила нас всего три человека поэтому нам этого много ну сегодня еще поедим ну а на вечер хочется все-таки картошечки вот так что вот такие ребята дела а сейчас мы с вами пойдем завтракать ну вот и собираться но погода реально главное чтобы сегодня дождя то не было хотя не знаю вроде дождя сегодня сегодня вообще обещали ребята 20 градусов учета как-то пока 20 градусами не пахнет может ко дню распогодится не знаю ладно посмотрим вот показываю шарики как выглядит упаковка вот такая большая огромная упаковка за 109 рублей это для тех кто любит и покупает шарики и в целях экономии вот если вы увидите такую пачку за 109 рублей то в принципе можно ее спокойно покупать хватает ее надолго да кто-то может быть скажет что и по телевизору говорили о том что шарики это не еда что это вредно но вы знаете если так говорить то у нас сейчас половина продуктов вредных колбаса вредно там сосиски вредно ну я это правда что не ем но все равно что-то там еще вредно молоко говорят теперь нельзя там йогурты нельзя но ничего нельзя ребят ну я мне кажется что если это не есть каждый день и в больших количествах я думаю вреда никакого это не при не придаст понимаете вот чипсы да это тоже вредно но однако люди их едят понимаете а когда дело доходит до вот этой вот еды топ почему-то сразу говорят что нет я понимаю что совсем маленьким детям может быть это давать и не нужно и вот но допустим когда у меня например у меня есть знакомый который утром рано собираюсь у меня как доготовить я завариваю целую тарелку вот хлопьев либо несколько либо еще есть там медовые хлопья но всякие разные там всякие хлопьи вот и игорь спокойно ем и мне этого хватает до обеда в принципе так что вот такая вот упаковочка за 109 рублей самое то потому что в основном сейчас несколько подорожал он стоит где-то около там 300 рублей а вот такой вот за 109 самое то ребята наши соседи наглели в конец упаковки из но это по-моему не пицца это что а может и пицца до от пиццы выбрасывать прямо около лифта ну шеи это вообще такое я это выносить не буду я специально это оставлю здесь вычислил кто это сделал и устроив тык чтобы больше людям было неповадно потому что же это за срач такой здесь устраивать совсем уже охренели ну на нашей лестничной клетке таких людей по моему нету может быть это сверху вниз принесли я не знаю интересно даже кто это сделал все ребята у нас вот такой ерундой занимаются соседи сверху которые живут над нами вот они покупают пиццу но они раньше бросали там возле мусорного бака это вот реально кто-то положил на нашей лестничной клетки возле лифта не знаю кто это блин утру кибатор вал таким людям честное слово вот после обеда время уже стало намного теплее потому что утром был жуткий дубак просто вот колотун нереально сейчас вроде как стало потеплее но все равно я остался вот в этой куртке потому что ну все равно прохладно вот но говорят что вот такой вот лето в этом месяце будет а в августе прогнозируют аномальную жару созванивались мамы на даче там тоже холодно вот племяшка играет дома мама в эти выходные вынуждена приехать сюда у нее проблемы с ногой вот еще в те выходные она не так как-то встала не так соскочила с машины но машина высокая стала болеть распухла но вроде приложила лист лопуха намазала медом стало легче год не поеду сюда день нога не болела стала опять болеть распухла очень громом срочно к врачу нельзя тянуть надо идти к врачу проверять ногу и да кстати ребята кто интересовался вот здоровье моей соседки вот ее положили в больницу там не очень все хорошо там скорее всего наверное будет ампутация я пока не знаю пальцы или ноги палец или ноги но все очень плохо конечно так тоже переживаю ужасно так что ребята вот такие вот дела поэтому если что-то где-то чего-то соскочила или что-то болит сразу к врачу ребята сразу чтобы на ранней стадии все это прервать чтобы в дальнейшем ничего не все я сейчас схожу в магазин мне нужна картошка мне еще нужно прийти домой перегладить белье там у меня немножко белья я не люблю когда много копится всего потому что вечером сегодня у нас все будет собрание жильцов к нам придет женщина с соседнего дома который организовал свое тсж и она расскажет как все это происходит как это все делается может быть среди нас найдется кто-то кто создав свое тсж не знаю ну просят меня но я пока как-то не соглашаюсь на это дело потому что не все так просто так что сегодня вечером пойдем узнаем что нам там скажут все пошли за картошкой ребят смотрите какая маши подушка в машине есть далеко дом кто там сидит девочки улиткины слюнки маска мам отличника у нас кстати здесь вот хорошая детская площадка у меня племяшка любит здесь играть на этой площадке ну вот наша церквушка и мы практически уже подошли к магазине так быстренько сейчас поглажу меня тут правда немного глажки в основном это полотенце но все равно я люблю когда у меня все быстренько поглажено и чтобы не было вот этой горы когда копится ай завтра поглажу ай завтра и все сейчас ребята сбегал еще в магазин повторно кое-что там забыл купить у нас тут детская площадка я вам как-то ее показывал там ну снесли все постройки детские и пока неизвестно что там будет кто-то говорит что жилой дом кто-то говорит что новая детская площадка кстати я первый раз такое вижу я иду а там столько алкашей их просто человек 50 и все валяются в хлам пьяные у меня на на не видно не обжигал это ужас какой-то ребят но тут же гуляют дети тут же идут и тут же вот эта алкашня это просто ужас какой-то столько их там была такая хорошая детская площадка в детстве я помню мы ходили на нее гулять а сейчас вот так вот все пропало как говорится все пропало столько их людей таких вчера смотрел видео одно на ю тубе отходил от него наверное где-то полчаса так что-то через себя это все пропустил прям жутко прям такое видео меня прямо до души дотронуло не буду говорить что за видео чьё она не буду распространяться но ребят реально вот мурашки были по коже просто еще в перемешку читал комментарии которые мне писали вчера пришлось даже одного пользователя одну сегодня вот вернее ночью даже но сегодня уже ночью заблокировать потому что она мне реально вот честно сказать задолбала в 3 часа ночи под каждым видео по несколько комментариев ну ты не можешь что ли сложить в одном предложении зачем пять комментариев писать нужно напиши ты сразу одно большое но во всем ведь видишь что я эти комментарии не публикую и все равно пишет про вчерашнее что это за каша такая это есть невозможно мне нравится не ешь тебя никто не заставляет мне понравилось вообще адекватным адекватный человек даже если ему не понравится он это не напишет понимаете и вообще я такую стату тут недавно услышал а если человек поливает вас говном это не означает что вы плохой человек а это просто означает что у человека сосуд говном переполнен поэтому у вас и оскорбляет вот и все поэтому вот так писать можно все что угодно и говорить можно все что угодно только как правило такие люди за собой не замечают но вот практически их уже меньше стал я практически всех переблокировал вот что-то как-то я обожаю когда разговариваешь гладишь как-то вот релакс такой получали вот я практически всех переблокировал практически хейтеров у меня вот тех кто пишет мне комментарии их не осталось практически вот потому что уже да и во первых не интересно уже даже меня смотреть их уже это раздражает но все равно последний из магикан остается которые непосредственно что-то мне еще пишут вот но я не обращаю на это внимание поэтому я живу так как я живу я живу в своем ритме жизни и перед кем отчитываться я не собираюсь и советов я ни у кого ребят не прошу так что хейтеры можете себя не утруждать так ну в принципе у меня еще осталось тут пару футболочек сейчас быстренько все это кстати вот остиновские футболки такие вот они недорогие бывают по акции в остине очень они таких хлопок стопроцентный и можно кстати спокойно покупать и как дома носить так и на улице так стать по поводу футболки еще сказали вот в этой футболки на улице ходил и тут же на кухне прям как страшно все пишет тушите свет а может меня таких футболок 50 штук одного цвета вы не знаете вот ладно все сейчас быстренько доглажу и пойду жарить картошку такая вот смотрите чистая молодая картошечка у меня здесь смотрите чистая чистая ничего не нету сейчас немножко полежит чтобы вышел крахмал я ее порежу с луком и на сковородку это я еще только начинаю пассеровать лук а уже запахи стоят мама дорогая обожаю я жареную картошку это наверное скорее всего у меня в дядю маминого брата он очень любил картошку жареную он ничего не ел абсолютно он всегда вот даже когда приезжал сюда в эту квартиру уже мама моя когда 100 переехала на была мной беременная как раз переехала приехали в эту квартиру он к ним сюда приезжал и ничего практически не ел говорит спрашивал моей мамы если картошка и вот жарил картошку и мама говорит что никто так не умеет жарить картошку как вот он но вот к сожалению не дожил он до наших лет жалко конечно что не дедушки не брата маминого то есть дяди своего я не к сожалению не знаю и не помню но вот видимо это у меня в него вообще у меня очень много в него каких-то таких вот ну гена наверное все таки есть это и какая-то небольшая такая страсть к музыке шансона он тоже очень любил шансон жареная картошка ну вот много чего мама и норы смотрит и говорит что это у тебя все в твоего дядю так что вот так поэтому я очень люблю жареную картошку в любом ее проявлении поэтому когда даже если допустим могут нечего поесть а есть картошка я с удовольствием но вот сегодня просто захотелось хотя есть еда но вот захотелось картошечка что вот так ребята у меня уже вовсю жарится картошечка запахи просто аромат обалденный так и вот у меня еще салатик нарезан сейчас посолю заправлю сметанкой и будет очень вкусно вот такой бы сегодня ужин да не забываем что картошку надо солить в конце так что вот так когда уже вы чтобы она не превратилась пюре уже когда увидеть что картошка доходит до готовности непосредственно уже конце нужно ее посолить так что так такая вот ребята красота у меня получилось просто обалденно никаких излишеств все натуральное все вкусное поэтому всем приятного аппетита закончилось наше собрание я что-то как-то даже забыл про камеру ничего не это сам и не снимал даже в общем пригласили двух молодых ребят они идут кандидатами в депутаты муниципальный округ но я так понял что это какие-то некий активист блогеры вот но они не самовыдвиженцы они хотели эти самовыдвиженцами но им сказали что самовыдвиженцами попасть муниципальный округ не так-то просто вас могут и из баллончика облить и не пустить и сделать все для того чтобы чтобы вас не подпустить вообще но сами понимаете это хлебное место и они идут от партии роста в общем я так поговорил ребята вроде более-менее нормальные в общем сказали голосуйте за нас на выборах если нас выберут мы вам поможем и пришла женщина с дома у которого тсж вот у нас соседи туда переехали он через два дома от нас я вам его показывал фиолетовый дом где ларечка стоит а вот в общем короче говоря в четырнадцатом году эта женщина создала совет дома создала тсж на свой страх и риск вот она изучала все документы что куда чего и она горит вот уже с четырнадцатого дома с четырнадцатого года мы сами распределяем бюджет дома в общем полностью у них свой свое свое тсж вот в общем короче говоря пришло от нашего дома там по моему четыре человека но маленькое было собрание про него в принципе никто не знал в общем короче пришли мы к выводу что осенью где-то в сентябре наверное мы соберем общее собрание двух домов все-таки придут вот эти ребята муниципальный округ придет вот эта женщина непосредственно да и они попробуют наших жильцов убедить в том что тсж это гораздо лучше вот потому что наша управляющая компания это мафии они денежки забирают себе и мы каждый год каждый месяц платим коммунальные но ничего не происходит и эти ребята сказали что они посмотрели что мы даже на очереди по замене фасадов вообще не стоим и есть сайт где можно проверить куда тратится наши деньги которые мы платим за коммуналку наша управляющая компания это не заполняет вот не знаю я что будет с тсж вообще стоит ли мне на это соглашаться я пока думаю вот может быть если конечно надумают выбрать меня председателем я попробую ну не знаю в общем это надо это все сложно в общем после собрания будет видно что и как пока я конечно вперед на мины как говорится рвать рвать и метать не буду но вот мы вдвоем два дома у нас должно быть два тсж потому что не более 30 квартир нужно на одной лестничной клетки для создания этой тсж если будет больше 30 квартир все то есть нам уже тсж не дадут в общем это надо все читать это надо разбираться как-то решать в общем пока я не знаю ну посмотрим я думаю что с нашими жильцами надо в первую очередь начинать себя потому что те кто бросает вот коробки из-под пиццы прямо под дверьми извините с такими людьми каши не сваришь поэтому так ладно придет время и узнаем погода испортилась совсем на улице прям жуткий дубак мы даже долго не выставили постояли полчаса так что вот так а на этом все ребята всем я желаю как всегда всего самого хорошего хорошей погоды и спокойной ночи всем пока пока пока